Однажды в школе нужно было написать сочинение на тему, какую профессию я хочу выбрать. Я написала, что хочу стать первым секретарем обкома. Когда учительница объяснила, что профессия и должность это разные вещи, я очень расстроилась и рассказала об этом дедушке, который всегда меня понимал и поддерживал. Тогда он сказал, главное в жизни это не должность и не профессия, а те знания, которые ты получишь и сумеешь их использовать во благо общества. Это и стало формулой успеха в моей жизни. Закончив школу, я не переставала искать ответ на главный вопрос о моем предназначении. Неожиданно я нашла все ответы в религии и решила закрепить их в университете с религиозным уклоном, что повергло всех родных в шок. Для того, чтобы выполнить наставление отца о том, что помимо религиозного образования у меня должно быть и светское. В том же году я решила поступить на экономический факультет аграрного университета. Так я получила два высших образования параллельно. За годы учебы я неоднократно сталкивалась с негативной реакцией в отношении моих убеждений со стороны людей, не понимавших и не разделявших моих духовных ценностей. Тогда я твердо для себя решила, что отстаивать свои права не только можно, но и просто жизненно необходимо. Именно в этих условиях в далеком 95 году создавалась организация Мотокали. Сегодня прогресс по разрушению стереотипов о религиозных женщинах налицо. В нашей организации мы старались и сейчас продолжаем бороться с неверным пониманием ислама, невежеством и религиозной безграмотностью. Ведь тем мы знаем, что порой глубокое невежество в области религии напрямую отражается на укладе семьи. Есть мужчины, которые видят роль своих жен только дома, ставя перед ними лишь одни запреты. Иногда сама женщина, надев платок, считает, что теперь ее жизнь во всем ограничивается, что она должна 24 часа в сутки исполнять религиозные ритуалы, отказавшись от участия в жизни общества. В 2007 году мы отстояли право для кыргызстанских женщин фотографироваться на паспорт-платке. Тогда создали межведомственный совет и нужно было собрать 300 тысяч подписей в поддержку данной инициативы. Удивительно, но люди сами приходили к нам с уже собранными подписями. Сегодня мы продолжаем работать. Я призываю вас к постоянной работе над собой. Стремитесь знанием, пользуйтесь достоверными источниками, обеспечьте доступ к образованию молодым девушкам. Образование девушек это не должно заканчиваться только школой или медресе. Они должны получать профессиональное образование, чтобы быть востребованными и полноценными членами общества и приносить пользу семье, стране, а также реализовывать свой потенциал. Защищайте права женщин, ведь Конституция гарантирует не только их права и свободы, но и равенство граждан независимо от пола. Для чего я это все вам рассказала? Мне хотела собственным примером показать вам, что нет недостижимых целей. Я мама и жена, кандидат экономических наук, руководитель прогрессивного общественного объединения женщин Мутокали. Ежедневно веду работу с более чем 10 тысячами женщин-активисток, плавая и успевая вести быт. Делаю все с удовольствием, чего и вам желаю. Всегда выбирайте самый трудный путь, на нем вы не встретите соперников, и тогда вы добьетесь признания не только среди родных и близких, но даже среди своих конкурентов.